итак мы мы продолжаем изучать терпево получение отцов и сейчас мы находимся в мечтает в которых а в которых вот сегодня мы будем начать конкретно 16 мишну в которых ученики раванёхана бензака 5 его учеников делится каждый говорит по три главных вещи на которые он прямо советует обратить внимание и как основа их учения у каждого человека зависимости от его типа личности может быть своя тора то есть 70 лицу торы как 70 грани и было 12 колен с разными характерами с нас с разными менталитетами каждому давал яков и израиль давал разное благословение каждому потом а шарабина давал разное благословение то есть есть например там даже сейчас есть три кардинальная но не кардинально разных но разных подходы например к молитве сидур ну захочет нас это ажкинастские евреи которые из израиля они пошли сразу через римскую империю пошли в германию и поэтому это ажкинастка это считается как такой коренной вот нусах нусах это порядок молитвы как был в израиле уже после разрушения храма это ажкинастка есть подход который называется идута мизрах восточной общины да они это вавилонский такой подход как в вавилоне учились потом из вавилона евреи жили в вавилоне начиная с разрушения первого храма то есть две тысячи лет назад и большая часть евреев жила в вавилоне потому что угнал тогда на выходной царь еврея вавилон и потом вернулась 42 тысячи человек вернулась в израиль строить второй храм и было как бы два центра был израиль и вавилон как сейчас вот израиль и америка равное количество евреев живет в израиле в америке вавилон потом пошел этот вавилонский стиль молитвы и подход кто-ли он пошел потом через марокко и пошел в северную африку и идутом израиль в йемен и потом он вернулся в израиль в виде сидура восточной общины спарадим их называют да а почему спарад испания потому что из марокко там рядом испания евреи расселялись вавилон марокко и испания и поэтому этот называется идутом израиль сара дима не называются до еврей как как из испании испанские евреи есть гусар который называется он называется с парад почему-то тоже испанский носах хотя он на то есть идутом израх у них сидур называется такие они толстые квадратники идутами здрав это так молятся с параде теперь есть сидур называется сфара носах сфарад испанский носов до молитвы порядок молитвы по нему молятся хасиды кто такие хасиды хасиды это те кто соединили два вот этих вот направления ашки нас и идут амизрах их соединил ариза 500 лет назад он у него была семья папу из-за ашкиназима мама была из сфарад и он он жил в египте а потом пришел в израиль и он соединил его сидур это называется вот этот сидур ариза конусах сара их осилим они обвиняют эти два как бы основных пути теперь это чему все рассказываю что когда мы говорим иудаизм или там тора служение богу то каждый может подразумевать одну из грани и не одна из грани не является стопроцентно всеохватывающей это просто одна из грани и было пять учеников у раббан йоханнена бет закая и каждый из учеников он был разным то есть он даже когда их перечислял их качество он говорил что этот хасид этот боится греха этот как колодец который не теряет ни капли этот как источник амид габер и они каждые были чуть разные и вот сейчас они каждый дает три основа на которых фокусируется его как бы подход к торе значит сейчас нас идет раме и ушла бен хананя про которого сказал раме заказ что счастливо родивший его который говорил что путь самый путь при приблизиться к богу это хороший друг который говорил будет отдалиться от бога это плохой друг то есть он был человек высочайших качеств характера то есть его тора была сосредоточена на людях и вот он нам говорит такую вещь запомнить он говорит айнара злой глаз ецерара злое начало вы сената бреет и ненависть созданий мацин это адаминала человека забирают из этого мира просто его из этого мира забирают и физическом плане и в духовном плане и в национальном плане то есть они его уничтожают скажем теперь давай посмотрим что такое айнара айнара это злой глаз значит злой глаз здесь есть две как ну обычно как знаете есть такое выражение там тьфу 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 чтоб не сглазить народная мудрость да такая то есть все понимают что есть какие-то люди которые могут сглазить вот этот айнара это как раз об этом говорится то те кто могут сглазить как эта штука работает по иудаизму значит есть у каждого человека есть огромная сила влияния на свой внутренний мир и какой-то рычаг влияния на внешний мир через свои действия то есть каждый человек является творческим век творческим создателем влияния на жизни других людей на весь мир целом есть люди у которых рычаг колоссальный например там махатма ганди или тот же дитлер да пусть отрется его имя такая сволочь редкостная добыл негодяй которые там обрезать их судят убийцу он убил там одного человека да этот убил по его вине было убито где-то 60 миллионов человек войну развязал война давай война все то есть убийца который убил 60 миллионов человек но убил него он своими идеями своим влиянием он повлиял на других людей которые повлияли на других людей и в итоге в итоге он был организатор потому что он сам никого лично не убил но он был у него рычаг влияния теперь люди влияют на других людей по-разному иногда разговором иногда физически а иногда просто взглядом посмотрел один человек на другого и думает вот блин сволочь такая чтобы он там испоткнулся и думает про него какую-то гадость теперь так как мысли они оказывают влияние но прежде всего все люди которые сглаживают они первым делом они на себя влияют да это надо знать что они хорошо не заканчивают они все люди злые они заканчивают плохо то есть их зло их же разъедает и гнев их же разъедает и как бы концовка их плоха но бывает что хороший человек и он страдает из-за них значит как это работает почему спрашивается страдает хороший человек здесь есть две вещи первая вещь айнара вот этот злой глаз он влияет влияет очень сильно на то что еще растет и то что не произошло что имеется ввиду если например один человек он построил дом и другой хочет сглазить его дом и он на этот дом смотрит он может сто лет на его смотреть ничего ему не поможет но если они чак посадил цветок и цветок еще только прорастает и тут посмотрел на этот цветок и думаю тот сволочи цветы еще у него растут цветы могут не расти а то есть айнара он очень сильно влияет на то что еще пока сама находится в потенциале злой глаз потенциале потенциале роста поэтому говорят что браха есть только благословение столько вещах спрятанных от глаз это тоже история очень важная вещь то есть то что еще не произошло то что еще растет то что ты хочешь чтобы оно росло причем росло резко нужно охранять его от взглядов чужих потому что как бы ну неизвестно большинство не большинство то есть здесь это тоже все предположение но многие люди для них за кстати можно сказать большинство потому что сказал что мама в каилите что все действия человека даже хорошие вызваны завистью даже хорошие отсюда следует что зависть это естественное состояние нормального человека и когда что-то у другого растет этот может даже невольно позавидовать есть рассказ сталмуде как встретились два мудреца шли по дороге на встречу шел третий мудрец и они ему говорят вот там ну сказали какую-то одну мудру вещь вторую мудру вещь а он послушал им сказал такую мудру вещь что они говорят но он мудрец вообще типа сказал надо и он отошел от них и умер то есть они даже не осознанно как-то но они его его сглазили повредили призрали то есть поэтому самые великие праведники на заслугу которых держится мир это 36 скрытых праведников они не открывают всем что они праведники они полностью скрывают что они праведники и значит это очень интересная такая вещь чтобы то есть они служат богу в тайне и написано тоже есть такой посуд что нужно в тайне ходить с богом потому что даже эту же связь богом тоже можно как-то сглазить в общем сказал нам ради ушла первое что айнара человека забирает из этого мира нужно опасаться теперь как от айнара опасаться не рассказывать ничего нового то что еще не произошло то есть что луц случилось только то что же случилось то есть то что еще ты планируешь что случится ты планируешь то что она произойдет нужно говорить не знаю безрано прямо с божьей помощью возможно как бы ну то есть нужно максимально скрывать и преуменьшает чего еще не произошло потому что если это пока еще не произошло то тогда люди могут сглазить понятно теперь и вообще автора причина я рассказывали я про свои проекты нет то есть я я рассказывал про главный проект я никогда не рассказывал я рассказываю я всегда говорю бы из рата шер то есть тут когда я как бы ставлю максимальную защиту от айнера есть у меня специальный сглот специальные средства не есть специальные средства сейчас не буду их рассказывать которые создают защиту от айнера это тоже в талмуде есть рассказы про рабе йохана например когда он там делал какие-то вещи мудрец его спрашивает а не боишься ли тайна ра ну что вы это на тебе повредить он говорит есть у меня средства и там рассказывается сейчас не успеет рассказать но они есть как сохраняться и тайна ра но самое простое не вы не выпячивать ничего того что ты хотел бы чтобы произошло на на открытую поверхность еще вопрос айнара и то что мы учили выше айнра разные вещи да да это как бы имя ну вот это определение айнара это злой глаз вот этот вот не там было написано что тот когда человек смотрит на что-то сам плохо то есть там был совет что когда у тебя злой глаз это тебя отделяет от бога а сейчас человек на которого идет ну хотя опять же может быть это и тот и тот да там говорилось про больше негативный взгляд на мир а здесь говорится айнара влияние негативного взгляда теперь дальше ясер а что такое сразу начало значит бог так за а там идет за хорошо бог так сделал очень интересно бог сделал очень интересно в этом мире что бог сделал очень интересно в этом мире что у человека внутри есть ецерара злое начало то есть сам бог запрограммировал природе человека в структуре человека он запрограммировал программное обеспечение которое назвал сам же ецерара о как как написано когда он создал человека убитых хатат лежит до выводят что готов и к нему к тебе его стремление к тебе его стремление то есть он так сделал что в человеке запрограммировано вот это сначала зачем он так сделал значит он так сделал для того чтобы было награда потому что если бы не было стремление делать зло тогда не было бы что преодолевать и тогда не было бы награды тогда было бы запрограммирована некая ситуация роботы такие да биороботы ему не интересно он говорит вот я вам делаю равноценную ситуацию делаю очень привлекательное зло которое внутри тебя изнутри оно снаружи оно делаю добро слабо привлекательное добро которое на интеллектуальном уровне ты должен его понять и я делаю равноценную игру причем так написано дальше будем изучать написано гонись за заповедью заповедь от тебя убегает и убегает преступление преступление за тобой гонится причем если преступление за тобой гонится то за заповедью она добежает то есть это не не так что понятно да идея вот это здесь как бы тоже об этом говорится то есть в чем она выражается это злое начало значит если мы рассмотрим основные запреты которые есть в торе или основные заповеди то запрещено половые связи запрещены то есть а у человека есть стремление к размножению ему все равно запрещено не запрещено то есть он видит объект у него включается вот это вот инстинктивное его злое начало если он тебя не остановит что это запрещено значит он попал то есть очень много запретов связанных с запрещенными половыми связями питания питательные запреты это ты в пейсах 7 дней хлеб не кушай значит кашу соблюдай это ешь это не ешь это можно это нельзя чем даже в этом же плоде первом владеть дерево познания добра и зла было заложено что было заложено это плод я на него посмотрел он был хорош до вида приятный питательный запрет и значит интересно что питание секс и 3 на что влияет я царара вот это инстинктивное начало одно влияет на на интеллект на разум то есть разум что такое тора это некие интеллектуальные построения а инстинктивное это начало она работает на инстинкт а то есть зло начала на инстинкте и когда сталкивается инстинкт интеллектуально какое-то рассуждение то понятное дело что инстинкт сильнее чем интеллектуальное рассуждение а тора это интеллектуальные вещи ты ее изучаешь это некая интеллектуальная система которую ты услышал обдумал принял и она должна тобой управлять а злое начало это твоя животная сущность инстинктивная И они в противоречии. Только две власти. Какая разница? Речь идет о том, что у тебя есть твое инстинктивное к чему-то стремление. Есть вторая интеллектуальная система. Еда, секс. Или это просто самые низкие? Зон начала это еда, секс. Единстинкты. Это главные инстинкты. И даже эмоциональные проявления это тоже инстинктивная часть. Эмоции. Эмоции, гнев. Это же не другой уровень. Но опять же, это все идет эмоциональные проявления тоже, которые идут от инстинктов тоже. Это все запрограммированная инстинктивная часть. Ецарарак. Вожделение. Вожделение, всякого рода вожделение. И третье. Сенатабриот. Ненависть созданий. Чем отличается ненависть созданий от Айнара. Значит, Айнара это больше идет к зависти. Ненависть созданий. Здесь, это как бы, можно с двух сторон посмотреть. То есть, если ты ненавидишь людей, то тебе плохо. Это тебя забирают с этого мира. Если люди ненавидят тебя, это тебя забирают с этого мира. Теперь написано дальше, что... Это связано. Есть Мишна еще одна, из которой понятна эта Мишна. Есть Мишна дальше, в которой написано, что каждый, что Руах обреет Ноа Хеймена, каждый человек, что дух людей от него успокоен, Руах Амаком Ноа Хеймена, то и Бог от него успокоен. Ну, как бы рад, он Богу приятен. И тот, что бреет им недовольное создание, можно сказать, что Бог недоволен. То есть, здесь есть в каждом человеке, написано, каждый человек, человек создан по образу и подобию Бога. Значит, в каждом человеке есть божественная некая искра, некая часть Бога. То есть, 7 миллиардов людей, 7,5 божественных каких-то лучиков, да, таких. Теперь есть какой-то человек, его люди любят. Почему его любят? Филипп Теркоров, он поет хорошо, он им доставляет приятные секунды, минуты. И они на него смотрят, думают, вот Филипп, красавчик вообще. И у Филиппа денежный дождь на него течет, прямо сыпется на него деньги, он покупает себе красивые костюмы, у него там дома, яхты там и так далее. Другой человек, он решил всем правду матку резать. И он зашел в маршрутку и говорит, что вы тут расселись бездельные там в маршрутке, да, подвинься там. И он им правду матку режет. Он не поет им песни там, не радует их своим внешним видом. А он их, значит, решил просто им правду рассказать про окружающую действительность. Даже не про них, а просто, вы знаете, там, денег нет, страна там, ну, опережает только Гондурас, например. И он им просто говорит правду. Даже не про них. Он говорит, жара скоро, вы знаете, жара вас ждет. Вообще такая жара будет, да. Образно. Ну, то есть, он им говорит все эти вещи. Они им недовольны. Они говорят, слушай, ну, что это, какую ты нам радость сейчас хотел принести своими, там, словами, там. То есть, даже если ты думаешь, что это правда, ну, к примеру. В общем, они им недовольны. И ему от этого ни пользы, ни радости, ни денежного дождя, ничего. Заходит другая девушка, например, она заходит, думает, порадуй всех своим видом, там, в короткой юбке, зашла в короткой юбке и сидят, значит, на нее смотрят, там, ну, какие-то бабки. А бабки, они не радуются ее внешнему виду. Они говорят, вот ты на нее, знаешь, и давай на нее матом ругаться, да. И, значит, здесь, отсюда мы видим, что сенат бриот, ненависть созданий, она имеет большое влияние. И он говорит нам Равиушо, про которого сказала мама, что, вернее, сказал про него его учитель, счастлива его родившая. Видно, он от всего этого сильно остерегался. Он остерегался от Айнара, от злого глаза. Он остерегался от Ецерара. У него не было вожделения. Он был такой аскет, скромный человек. Были мудрецы, которые все свое носили с собой. Они руководствовались принципом станема-то-нотофия, ненавидящий подарки будет жить. Они были аскетами, ничего ни у кого не брали никогда. Не принимали никакой помощи. И, наоборот, довольствовались минимумом-минимумом. И, наоборот, они старались, как Равицкий Зильбер за царем. Я помню, когда мы к нему пришли, халак как раз делать стрижку. Мы делали не как сегодня в ресторане. Мы взяли тортик, пришли к моему Равину, чтобы он там сделал. Он нам не дал тарелку взять с кухни унести. Он сам все принял. Ему было 85 лет, он никогда не давал, чтобы ему кто-то что-то делал вообще. Дома пытались ученики там все. Нет, я все буду делать сам, вообще ничего, мне не надо никакой помощи. Сам он при этом всем старался всегда помогать, все делал. Его все любили. Я недавно встретился с парнем, который его знал, но он ушел из Торы при этом. Тоже учился со мной в Ешиве, перестал соблюдать. Я недавно встретил, пару дней назад. Так я хотел понять вот эту вот разницу, почему он ушел. И вот у него как раз было вот этот вот излой глаз, то есть ему все остальные не нравились его как-то. С теми же людьми мы общались, да? И были люди, которые очень, были не очень, были такие, были разные. Но он сосредоточился, увидел вот эти вот черные никуда, черные точки, да. Очевидно, ему было тяжело соблюдать, потому что соблюдение заповедей это все равно некая система ограничений. Питание, там, секс, время, ну и так далее. То есть есть там система ограничений, в которой Тора, она ограничивает твое злое начало. И Сенат обреет, то есть видно, что он людей не любит. То есть реально, он людей не любит. И это я узнал главный вопрос, вот как Эйнштейна спросил один журналист. Он его спросил, говорит, какой главный вопрос, на который человек должен найти ответ. Вот он, главный вопрос, на который человек должен найти ответ, спросил журналист Эйнштейна. И Эйнштейн, на 10 минут Эйнштейн задумался. Он сидел в кресле каталки, он сидел в кресле такой качалки, курил трубку, смотрел на закат. И он думал над тем, какой главный вопрос, принципиальный вопрос всех вопросов, на которые человеку обязательно надо найти ответ. И он говорит, ты знаешь, главный принципиальный вопрос, это вселенная дружественная или нет. Если она дружественная, то тогда это один способ жизни. Если она не дружественная, это второй способ жизни. И вот это вот Сенат обреет, который вытаскивает человека из мира, это главный вопрос. То есть, если я сунэ бриот, я сам лично ненавижу создание, то они ненавидят меня. Вселенная недружественная, однозначно, в этом случае. Бриот это, интересно, брия это не человек, брия это вообще создание. Брия это то, что создал Творец, да. И ненависть к созданиям, она выживает человек из этого мира, она его забирает из этого мира, из мира ведущего. На самом деле, Вселенная дружественная или нет, непонятно. То есть, это реально вопрос вопросов. То есть, Эйнштейн был умнейший человек. Но если как основу своей жизни взять, что Вселенная дружественная, значит есть вечная жизнь. Значит есть добрый Бог. Значит есть награда за все заповеди. И значит злодеи будут наказаны, и значит все равно все в итоге будет хорошо. Если Вселенная недружественная, значит Бог злой, значит люди злые, награды не будет. Значит что сейчас надо делать, быстрее набухаться, набухаться. Нет, значит нужно максимум получить удовольствие от этого мира. Как их получить? Нажраться, набухаться, и пока там, если есть возможность. Все, значит я считаю, что мы посовету Раби Ушоа убираем злой глаз, убираем злое начало, и убираем Сенат Абриот. И тогда мы возвращаемся в этот мир, возвращаемся мы в этот мир, возвращаемся мы в этот мир. Все. Скажите, как люди смотрят на тебя, так на тебя смотрят сущней. Но часто бывает, что общественное мнение, ну как вы рассказываете, если человек начинает переть, он становится в глазах других людей неадекватным таким. В глазах каких-то людей, да, в каких-то людей нет. То есть это, ну это безусловно, это как бы явное следствие. То есть большинство людей же не живут по этой мишне, и мы можем точно сказать, что они ненавидят других людей, они завидуют. То есть это по факту, они живут в мире, когда Вселенная не дружественная, и все плохо. Теперь, если... И в обществе строго определенных людей, в смысле, да, может быть... Тот, кого любят люди, ну опять же, если даже человек, вроде он все делает правильно, но люди его не любят, значит у него есть проблемка. И реально есть какая-то проблемка. Какая проблемка? Почему люди его не любят? А может у него нету проблемы никакой, реально, люди плохие. Ну вот он попал в место злодея, он ведет себя правильно, люди его не любят. Значит, сказать, то есть в этом случае сказать, что его не любит Бог, нельзя, потому что... Потому что, ну это эти люди, они идут против Бога, то есть они сейчас с Богом на другой стороне.